Путин потребовал от Кабинета министров оперативно подготовить поправки в законодательство, чтобы семьи с детьми смогли быстрее получить выплаты, обещанные в послании Федеральному Собранию. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что такие выплаты люди должны получать без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений. Знаю, что вы уже проводите серьезную оптимизацию административных процедур, активизировали внедрение передовых цифровых технологий в деятельности министерств, ведомств. Вот Михаил Владимирович вчера только мне вечером об этом рассказывал. Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства. В первую очередь, изменения должны почувствовать граждане нашей страны, семьи, бизнес. Насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новые дела. Словом, я жду, уважаемые коллеги от вас, настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития. Я прошу правительства оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. И прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, включительно, которые начинаются с этого года. Как вы помните, мы договорились о том, что с 1 января начнем отчет этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений. Такой же четкости жду и в реализации решения по обновленной программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании федеральному собранию. В начале совещания президент заслушал доклад главы оперативного штаба вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с коронавирусом. Она сообщила, что сегодня два самолета доставили в Тюменскую область. Эвакуированных из Китая граждан, зараженных среди них нет. Все они помещены на карантин. Эвакуация наших граждан из города Ухани, провинции Хубей, это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И мне кажется, что очень важно, чтобы каждый ваш гражданин именно так относился к этому. Теперь несколько слов о том, что происходит на сегодняшний день. Всего в мире зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заболевания. Основная, понятно, масса в Китайской Народной Республике, 229 случаев в других странах. На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая, новых нет. Правительство принимает все меры для предупреждения распространения этой инфекции. Владимир Путин, заслушав доклад, предложил отнимать лицензию аптечных сетей, которые решили нажиться на коронавирусе и взвинтили цены. Все граждане, эвакуированные из Китая, в связи со вспышкой коронавируса и прибывшие на карантин в Тюмени размещены в санатории. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса. Граждан из Китая вывезли в Тюмени на двух военных самолетах среди прибывших из КНР четверо детей. Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфекционных рисков от эвакуированных из Китая в Тюменскую область граждан не существует. Напомню, Зухане двумя самолетами ВКС России вывезено 144 человека, эвакуированные из Китая россияне, жители ближнего зарубежья, отправленные из Тюменского аэропорта Рощино в реабилитационный центр. Он расположен в 30 километрах от Тюмени, эвакуированные проведут там 14 дней.